Всем привет! Обзор смартфона Infinix Zero 30. Это версия на 8 ГБ оперативной памяти 256 ГБ встроенной памяти. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео в интернет-магазине Q-Techno. Так, начинаем с его распаковки. Так, мы можем записывать видео в 2К 30 FPS, о чем нам сразу сообщают на коробочке. 50 Мп фронтальная камера. Так, 16 256, 16 это 8 плюс 8 за счет встроенной памяти. И у нас акустика от JBL. Мы ее обязательно послушаем, проверим. Так, упс. Зеленый цвет смартфончика. Выглядит неплохо. Так, и смотрим дальше комплектацию. Тут у нас силиконовая задняя накладка в комплекте. Адаптер для зарядки с выходом сверху. 45 Ватт. Type-C кабель. И это скрепка для SIM слота. Ну, вроде как место еще есть для наушников. Возможно, в некоторых вариациях для некоторых регионов будет идти еще в комплекте наушники. Тут у нас нет. В общем, классный внешний вид. Его задняя часть смартфон пластиковый, но задняя часть стилизована под кожу. Не знаю, ли во всех это цветах будет, но вот в зеленом именно вот так. То есть, такое вот, как кожаное устройство. Так. Закругленные края у экрана водопадиком. Сверху и снизу динамики, стереодинамики. Порта для наушников у смартфончика нет. Ощущается очень тонким за счет скруглений и спереди, и сзади. Сзади у него тоже скругление. Вот, посмотрите. Так, хорошо. Разблокируем устройство. Так, перешли в настройки. Мой телефон. Infinix Zero 30. X6731B. Android 13. И версия XOS 13.1.0. Мне очень нравится лаунчер у Infinix. Это тот же лаунчер, используется у смартфонов Tecno. Он очень отточенный, как для такого неизвестного бренда. Очень приятно выглядит. И полностью стилизован, да, в одном стиле. Не ощущается каким-то сырым. Он ощущается реально вот одним из лучших. Одними из самых продвинутых. Одними из самых функциональных, которые вообще есть. Вот, все приятно. Все понятно. И очень хорошо работает даже на бюджетных устройствах. Так, приятные иконки, галерея AI, пакет программ от Google. Ну, в общем, все приятно. Календарь выглядит таким вот образом. Давайте погоду посмотрим. Интересно, как выглядит погода. Вот через виджет зайдем. Так. Закрываем. И перейдем в синтетические тесты. Geekbench 6. Что у нас по железу у данного устройства? MediaTek Helio J99. Это восьмиядерный 6, плюс 2 процессор. Видеооскрытель Mali-G57MC2. Full HD+, разрешение экрана. Вот, кстати, по экрану. AMOLED-матрица 120 Гц. Так. Вот, результаты теста. И посмотрим на результат Antutu бенчмарка. Ну, в общем, стандартный процессор. 428 тысяч набирает. Стандартный для этой цены сейчас у новых устройств. То есть, даже, вот, перед этим у меня были на обзоре Blackview и Oskal Tiger 8. У них было тот же железо, но они, конечно, будут попроще по цене. Но они хуже по лаунчеру, они хуже по камере, они хуже... Так, перейдем теперь. Посмотрим, как работает PubMobile на данном устройстве. Ну, он будет на средних настройках работать. Это 100%. Ну, в общем, думаю, не будем ждать, пока он откроется. Будет работать на средних настройках. На этом железе он работает на средних и работает нормально. Давайте послушаем динамики и сравним с Motorola G54 Power. Тут акустика от Dolby. Очень хорошие динамики на данном устройстве. И сравним сейчас с GBL акустикой у Infinix. Так, слушаем. Снизу это у нас Infinix. Ну, не знаю, такой себе по качеству звук. Слушаем теперь тут. Ну, мне больше нравится на Motorola. По звуку примерно, по громкости и там, и там плюс-минус одинаково. Но мне больше нравится звук на Motorola. С его до Dolby акустикой она более качественная. Просто, ну, вот приятней как-то звучит именно на Motorola. То есть тут хоть и GBL, но примерно, да. Ну, это Motorola даже чуть дешевле данного смартфона. И GBL акустика проигрывает. Примерно, да, в этой ценовой категории будет проигрывать акустике от Dolby. Ну, стандартный, который идет в смартфонах. Вот, дальше давайте посмотрим на камеру. Вот, видео мы можем записывать 2К 30 фпс или 1080-60 фпс. Очень мне нравится, как тут все продизайнено. Вот, если сравнивать с вот этой же Motorola, и да, это я так сейчас покажу. Вот, как тут выглядит камера. Намного хуже. Вот, если мы выберем видео, да, тут мы можем выбрать качество. Видео 720, 1080, 1080 60 кадров, 2К 30 кадров. Тут мы качество выбрать. Я вообще не вижу, где это сделать. Мы можем поменять только 30 кадров, 60 кадров. А вот, где изменить качество, ну, вот, я вообще не вижу тут. То есть, насколько тут как-то оно, ну, неудобно, неправильно сделано. И как классно сделано WinFenix. То есть, вот, лаунчер, это, на самом деле, большой плюс данного смартфона. Он функциональный, он приятный, он понятный. По сравнению с другими лаунчерами. Даже вот Motorola, вроде бы, да, как известный бренд, ну, это Lenovo, под этим брендом выпускает смартфоны. Ну, вроде бы, казалось, должны были бы сделать, ну, по уму, но не очень. По уму сделали Infinix, Techno, вот эта вот компания. Сейчас покажу вам примеры снимков на основную камеру. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.